У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Я сказала поскорнее, потому что если всё перечислять, это будет долго. У меня много времени... У меня очень много времени уйдёт на то, чтобы рассказать всё, что я представляю в этом мире. Не работает? Меня слышно? Не, работает-работает. Работает? Так, слышно. Слышно. Слышно? На этом расстоянии. Слышите нормально? Ближе? Пищать не буду. Давайте, я не буду о себе ничего рассказывать. Если кто-то хочет узнать, кто из Жукова Людмила Петровна, войдёте спокойно в поисковую группу компьютера и просто наберёте «Жукова Людмила Петровна». Вы узнаете абсолютно всё, кто есть я. Поэтому я просто не хочу забирать у себя время на рассказ о том, какая вся талантливая, феноменальная, уникальная. На сайте тоже у вас есть. Да? Хорошо. Я о чём хотела бы рассказать. Я всё, что ты не слышала. Я просто сегодня расскажу вам, на что я обратила внимание больше всего. И, наверное, немножко поделюсь тем опытом, который у меня набрался за 48 лет в моей практике. Мне 73 года было, 4 дня назад. И опыт работы колоссальный. Спасибо. Хорошо выезжаю, правда? Классно. А знаете почему? Уже сразу начну с конца того, что я хотела завершить. Я просто люблю людей. Вот просто по-человечески люблю людей. Знаете, даже не хочется это слово говорить. Даже вот иногда, нет, скажу. Даже вот когда приходит, ну такое размазанное говно, что вот смотришь на него и понимаешь, что пальцы растопыренные, что человек себе цены сложить не может. Но что-то, что его к этому привело, не родился же он таким. И вот тогда начинаешь ковыряться. Причём очень подробно разговариваем. Я уделяю очень много внимания до того, как я начинаю диагностировать. Кстати, я сегодня, вернее, за то время, что я здесь, уже успела 11 человек. За вчерашний день только продиагностировала. Я вам сейчас к этому постепенно перейду. Начинаю с того, что когда к вам идут люди, любить его вот таким, как он зашёл, независимо от того, покажется он вам кусочком чего-то размазанного или не покажется, он пришёл за помощью. И вот прежде, чем ему помочь и знать, как ему помочь, постарайтесь разобраться. Мы много говорим первопричина, первопричина. Но что мы вкладываем в это слово первопричина? Есть первопричина «человек родился», есть первопричина «жизнь к такому привела», есть первопричина, что он вам не доверяет, но его послали. И вот у него первопричина прихода к вам, а меня послали. У меня такие случаи тоже были. Так вот, расположите, прежде всего, входящего к вам, полюбите его. Расположить можете только. Это не значит, что вы бросаетесь к нему в объятия, начинаете с сердца к сердцу и так далее. Вы просто садите глаза в глаза. Самый сильный источник. Я по ходу того, что рассказываю, буду вам говорить своё, то, что я знаю, это наработано. Самый сильный источник изучения у человека — это глаза. Это наше общение. Глаза. Вы смотрите в глаза друг к другу. Знаете, кто-то верил, кто-то не верил Кашпировскому. У меня был случай. Я работала на научно-исследовательском институте, но вся из себя деловая. И мы взяли в Маринке, которую сегодня разнесли в бог и прах, большой участок, потому что в то время было очень плохо с картошкой, помидорами, огурцами. И наш институт в аренду взял поле. Засеяли. И как-то мы сидим. Ну, а ели довольно нормально вроде бы как, но мой желудок не привык к той пище. Домашняя пища всегда, естественно, лучше. И вот как-то я сижу, вся скорчилась. Что такое болезнь желудок. А уже в то время была вся умная и уже все понимала, знала, как это снимать. Но думаю, пока никто не видит, пойду на второй этаж, на первом этаже столовой, пойду на второй этаж, включу телевизор и под музыку телевизора поснимаю у себя все это дерьмо. Включают и показывают запись, которая была сделана месяц, может назад, полтора месяца Кашпировского. И вот стоит Анатолий Михайлович, говорит, и знаете, в какой-то момент, в мои глаза, я ловлю потоки лучей. Кто-то верит сейчас созваться в это, кто-то не верит, для меня эта роли не играет. Я ловлю эти потоки, и я начинаю понимать, что у меня уходит боль. Да, моя настройка была на Кашпировского, к чему я это вам все рассказываю, что он все-таки помогает, потому что, когда он начинал говорить, мой муж, будучи врачом, педиатром, с огромным опытом и так далее, уползал в спальню ложиться. Ему было плохо. Если уже шла реакция на хорошо ли, на плохо ли, это уже говорит о том, что наш мозг воспринимает реакцию на человека, которого вы видите. Причем у Кашпировского редко были прямые эфиры. Чаще всего это были эфиры по записи. Так вот, когда вот так мне помогло, я спускаюсь вниз, мне говорят, ну и что, ну и как у тебя? Выкрутила. У нас вот это движение называется «выкручивать». Кто занимается биоэнергетикой? Да, еще такая маленькая справочка. Я биоэнергетик до мозга костей. Я врач комплементарной медицины. Но 90% из того, чем я занимаюсь, это биоэнергетика. Что такое биоэнергетика? Мне надо рассказывать? Или вы знаете, что это такое? Мне не хотелось бы терять время. Да, давайте я лучше приведу просто некоторые вещи, которые, наверное, вам пригодятся в жизни. Так вот, когда я сказала, что, ой, ребята, вы не поверите, Кашпировский помог, ну, знаете, скептики. Я с этими скептиками не встречаюсь уже последние, наверное, лет 15, потому что тот уровень, на котором я себя доказала, уже не требует себя доказывать. Вот, и поэтому никогда не старайтесь себя доказать. Вы можете. Самое главное, это ваша уверенность. Если вы сомневаетесь, не берите человека. Вы, прежде всего, полюбили его таким, как он есть. Вы с ним поговорили. Вы настроили его на себя. Даже если он где-то сомневается, что-то не получилось у вас. И вы интуитивно... Люди не приходят в целители, ну, назовём так, не становятся целителем тот, кто сомневается в том, что он может помочь. Это люди, которые, знаете, по пути мимо шёл и забежал. Они всё равно отсеиваются. Вот как сказала правильно Ганна вчера, что очень многих уже нет. Да, очень многих наказали. И действительно нет. Они ушли на свой покой навсегда. Это те, которые пытались на естестве наших пациентов делать деньги. Я сама свидетель того, что я когда-то в 80-х годах на кафере психотерапии проводила курсы с врачами. Был Советский Союз. Я очень рано стала, извините, популярной. Вот. И у нас одна из студенток моей была, доктор медицинских наук, наук, патолоконатом Клещева Маргарита Петровна. Так вот, женщина очень интересная, но поставившая перед... Так, кто со мной работает? Пожалуйста, прекратите, потому что я смогу. Это самое, ребята. Ну, вы же уже видите, я начинаю это самое. На самом деле. Не надо на мне себя пробовать, просто не советую. Так вот, её... Нет, она отработала 7 лет. Да, она построила огромный дом, она купила машины, меняла и так далее. Когда стоит вопрос материального обеспечения, мы теряем свою силу. То есть мы получаем по мозгам, и нам здорово дают по мозгам. Но, вы знаете, всё, что вот я говорила до сейчас, это было так. Ремарочка. Я бы очень хотела с вами поделиться своим опытом. Это мой калифорнийский опыт. Я полтора года училась в Калифорнии в Институте парапсихологии в Лос-Анджелесе. Давайте я вам расскажу. В Европе я единственная, кто имеет диплом Калифорнийского университета. И я вам просто сейчас на вас покажу. Если можете оттуда вот издалека, пересядьте к нам ближе. И вы... Я сейчас вам покажу. Это очень будет быстро. И то, что вы почувствуете, я потом расскажу. Ашот, иди к нам. Мы тебя любим. Вы... Моя сумка мешает? Места. Да? Хорошо. Давай я её... Я... Всё, что я буду делать, ребята, я буду комментировать. Для того, чтобы, ощущая всё, что вы будете, ощущать, а вы будете. Главное вам поверить в то. Это очень многое. Вы знаете, сила веры — это колоссальная сила. Если вы не верите в то, что вы можете кому-то помочь, сомневаетесь хоть на одну йоту, пожалуйста, откажитесь от этого человека. Значит, вы ему просто не поможете, потому что сомнение будет мешать. Поэтому я вас очень прошу отбросить все сомнения и понять, что то, что я хочу сейчас вам преподнести, вам не преподнесёт никто. И вы... Это от вас сейчас будет зависеть, от той силы веры, которая у вас появилась по отношению ко мне. Я вам буквально несколько минут рассказала о себе, что я представляю специально для того, чтобы вас расположить вот к этому человеку, который стоит с микрофоном в руке. Доказывать ничего никому не надо, никогда себя не доказывайте, а просто научитесь располагать. Пожалуйста, ровненько сели, облокотитесь на спинке ваших стульев. Ноги держите ровненько, стопами ног на земле, ну, на пол, ножки ровно. Каблуки не мешают. Так, руки на колени, ладошки наверх. Я вам специально сейчас покажу это воздействие, которое вы будете все ощущать, для того, чтобы вы поняли, что есть сила, которая в каждом из вас переворачивает наизнанку абсолютно всё. Вот так было с нами, когда я приехала в Калифорнию. С нами три дня проводили эти занятия. И только потом нас начали обучать. Из 111 человек, мы только 6 человек получили дипломы. В Европе есть только 6 человек, которые владеют методикой воздействия энергии космоса. Когда говоришь слово «космос», у них когда кривится лица. Космос есть. Есть вселенский разум. И вы все это знаете. Давайте перед тем, как мы начнём работать, я вас научу почувствовать свои руки, для того, чтобы вы легко ощутили то, чему я вас попытаюсь немножечко научить. Мне микрофон мешает. Если я буду без микрофона, меня слышно? Соедините вот так все свои ладошки. Вот так. Руки постарайтесь поставить параллельно земле. И представьте у себя между ладошками, сядьте так, чтобы ваши локти не мешали друг другу, не соединялись между собой. Вот так поставили. Представьте, что у вас между ладошками находится прозрачная масса, которая склеила каждый ваш пальчик. Вот по типу, можете представить, кисель, только ПВА не представляете, потому что потом очень тяжело руки разнять. Да. Вот клейкая масса, изумительная, прекрасная, такая красивая. Кто-то хочет ее розовой, желтой, белой. Вот такой, какая вам нравится. Главное, в чем цель? Склейте свои ладони. Ваши ладони, это сейчас одно целое, их нет двух. Почувствуйте, пусть левая ладонь правую, правая ладонь левую. Вот между собой их соедините. Прислушайтесь к тому, что у вас сейчас происходит между ладошками. Я буду говорить, а вы постарайтесь в свой мозг сознательно, в сознание, пока подсознание не трогаем, в сознание заложить мою информацию. Заложили. А теперь попытайтесь расклеить, только пока не делайте, расклеить ваши ладони, не забывая, что они склеены. Ребята, не забывайте. Попробуйте их развести вертикально одна другой. Разводим. Разводите правильно, они не хотят. Ну вот вы можете наблюдать, я же не артисты. Я вам вот демонстрирую, что произошло. Так, мне уже тяжело. Сбросьте теперь, сбросьте. Легко сбросьте. И поднимите руку, пожалуйста, те, кто ощутил тепло, покалывание, склеивание. Кто это ощутил? А теперь я вам скажу, спасибо. Не ощутил только тот, кто в это не поверил. Вот тот, кто в этом усомнился, он просто не может ощутить. Ну вот просто он не хочет. Ну вот так у него. Но он не потому, что скептик, а потому, что я вот такой. Понятно, да? Очень важно чувствовать руки. Помните, у Джуны была книга «Слушай руки свои», да? У Жени. Женя была очень талантливым человеком. Так вот, не знаю, как у вас, у меня руки аж это склеиваются. Так вот, когда вы слышите свои руки, это ваш инструмент. Когда вы смотрите в глаза своему пациенту, это ваш инструмент. Самый сильный источник излучения – это ваши глаза. И потом идут руки. И ещё, перед тем, как мы начнём калифорнийскую систему, я рассказывать буду, мы её немножко изучим. Вы помните, все родничок у младенца, да? Родился ребёнок. Вот такой родничок. Он зарастает к определённому возрасту. Вот здесь у нас остаётся на макушке единственная точка, которая никогда ни у кого не зарастает. Многие из вас, я уверена, знают, что это болевая точка. У кого болит, вот машут мне головой, что да, у кого болит голова, и когда вы начинаете делать прокачку точек головы, вы, нажимая на эту точку своей косточкой, любого пальчика, получаете сильнейшую боль. Эта точка, как говорили у нас, антенна. Из этой точки выходит антенна. Это ваша связь с вселенским разумом. Я прошу просто тех, кто этого не знал, тех, кто хоть чуть-чуть сомневается, поверьте, он есть. И я вам расскажу, что вы должны сделать, чтобы ощутить, что он есть вселенский разум. Мы его называем Бог. Мы дали имя вселенскому разуму Бог. Понимаете, можно называть космос, как угодно, но он есть, это вселенский разум. Его изучают. Я учёный. Я занимаюсь физикой, биологией, анатомией и так далее. У меня физика, космос, вселенский разум, он не бывает в одном состоянии. Это частота колебаний. У нас с вами частота колебаний. Глаза мы смотрим друг на друга. Вот я смотрю на вас с любовью, и вы это ощутили, правильно? И говорят, ой, она мне так нравится. Да она такая добрая. И иногда мы поёживаемся. Говорят, боже мой, он так на меня глянул. Ребята, глаза, источник излучения, вибрации пошли, частота колебаний. В зависимости от того, что у вас. Вот это уже мы подходим к подкорке. Вы все медики? Не все. Тогда расскажу. Значит, есть кора, есть подкорка, сознание и подсознание. Кора головного мозга, это наше с вами сознание. Сознательно мы закладываем под сознание, то есть подкорку, какую-то информацию. И вот знаете, вы что-то когда-то делали, несколько лет назад. Потом вы приехали в какой-то город, что-то начинаете. О, как это я не могу? Я могу. Да, я же когда-то это делал. Что вам подсказало? Подсознание. Подсознание — это кладезь. Он безразмерный, но его надо беречь. Всё равно надо отсеивать, не нужно абстрагироваться от того, что называется плесенью, плево и так далее. Выбрасывайте, и тогда вам жить будет немножко легче, потому что оно хоть и безразмерное, но, извините, пусть там будет больше хорошего, больше добра. И вот когда вы, глядя в глаза друг к другу, посмотрели, ну в чём виноват этот человек? Ну пришёл он ко мне весь несчастный, больной. Господи, да если он даже 300 раз будет для своих родственников отвратительный и прочее, и сам он знает что-то за собой. Ну ко мне он пришёл за помощью. Я смотрю ему в глаза, и мы начинаем с ним понимать друг друга. И вот когда он располагается ко мне с помощью чего? В вибрации, частотой колебаний, мы на одну, поняли, на одну волну, умнички кто-то подсказал, на одну волну. И вот когда я накладываю свою волну на ту частоту колебаний, которая у человека, который пришёл за помощью, уже 100% можно гарантировать, что он вам разрешит себя посмотреть полностью с головы до пят, что он позволит вам ему помочь, потому что он ещё бессознательный пока. Так вот вы сознательно заложите в его бессознательное, в его состояние, в подкорку, в его психическое состояние, то, что вы ему действительно поможете. Главное, не теряйте эту нить. У каждого своя нить, у каждого частота колебаний. Даже если мы принимаем в день 5 человек, 50 человек, сколько бы мы ни принимали с 7 утра до 12 ночи и так далее, у каждого, запомните, своя частота колебаний. Нет вибраций одинаковых, абсолютно нет. Но вы — это тот кладезь, которому пришли за помощью. Дайте мне здоровье. Я ещё хочу пожить, я хочу быть здоровым. И вы настраиваетесь на желание, на частоту колебаний, просьбы этого человека. Вы ему с помощью... Когда вы будете говорить, что мы всё берём оттуда. Нет, ребята, оттуда мы получаем через точку, которую я вам рассказала. Включаемся. Вот сейчас мы уже постепенно переходим. Я вам просто делаю предисловие к тому, к чему мы перейдём. Мы получаем поток вселенского разума, то есть жизненный поток. Вот в эту точечку, микроскопическую точечку, которая не видна, но мы её легко ощущаем, мы получаем воздействие космического разума на наш организм, и мы делимся. Мы отдаём с помощью глаза и руки. Вам больше ничего не надо. Да ещё ноги. Сильные стопы ног, сильные наши руки и, главное, наши глаза. Когда я жила у Ванги, я всё время удивлялась. Я же к ней ехала, мне говорили, что Ванга лечит. Ребята, Ванга не лечила. Поверьте мне, я там прожила 3,5 месяца в Рупите. Никогда никого Ванга не лечила. Таким образом она получала информацию. Это вот к тому, о чём я говорю. Ей могли принести кусочки сахара, и человек держит в руках этот сахар, он кладёт под подушку, с кем закладывает информацию в сахар, с чем он приехал. Вот у него тяжело больно мать, и он хочет знать, мать будет жить или мать умрёт. И что нужно сделать? Когда она берёт в руки этот кусочек сахара, она снимает с него информацию. И эта информация в ней остаётся. Очень много. А там было, как говорила одна украинка, выгадуя. Было много такого. Но были и совпадения. Я сама свидетель, были и совпадения. Когда действительно совпадало то, что она говорила. На сегодняшний день ей приписывают очень много. Но в каждом из нас живёт Ванга. Живёт человек, которому пришли за помощью, приехали с другого конца земного шара. И если человек приехал из... Вот при мне там был один американец со своей женой. Он приехал действительно за помощью. У него не было детей. И он приехал спросить, а будут ли у него дети. Вот где-то там в Америке, в Чикаго, он услышал о том, что в Болгарии есть Ванга, и нужно к ней поехать. Они живут уже 17 лет, а детей нет. И он приехал узнать. Вот представьте, какой путь совершил человек, только для того, чтобы узнать. А потому что никто ему в Америке не помог. Он не приехал к нам в Украину. Он поехал к Ванге, потому что известность была велика. А это играет тоже колоссальную роль, когда о тебе знают. Ну, я, конечно, честно скажу, продиагностировала его, продиагностировала жену. И дала им просто несколько советов. Жена не забеременела. Она не могла забеременеть. Там была микроскопическая матка. Там аномалии были у жены. Она об этом знала. Мы потом разговаривали. Она знала об этом и понимала. Но она не могла об этом сказать своему мужу. И муж захотел ее привезти. Понимаете еще, что бывает? И вы должны в этот момент быть психологами. Если у вас случаются подобные ситуации, включайте в себе психолога. Если вы не психологи, если вы вот я, вот такая, а уйдите от людей, рано или поздно вы получите по мозгам. И получите очень сильно. Так вот, вернемся к нашим... Хотела сказать, барану не получается. Сюда вроде бы... Да. Вот. К тому, с чего я начала. К калифорнийской системе воздействия. Значит, о точечке. Я вам рассказала, какую колоссальную роль играет эта точка. Еще. Для того, чтобы уже всем было все понятно. Поскольку вы все умные, знаете, что такое биоэнергетика. У нас вот позвоночник. Через точку головы. Вот голова мозг, вы это знаете по акупунктуре. Значит, проходит поток через эту точку. Желтого цвета. Потому что основной энергетический канал, он идет вдоль позвоночника. Вы запускаете желтый луч. У мужчин до копчика. У женщин вот ее придатки. Соединяем. И точка посредине основного канала и этих перпендикуляр, точка перпендикуляра пересечения, это у женщины. Самый нижний центр. Многим нравится слово чакра. Я уже давно привыкла в своих лекциях называть, чтобы было более понятно. Первый энергетический центр. Это центр Земли. Это наша мочеполовая система, которая чистит нас. Вчера я хотела промолчать, но скажу. Кто-то из лекторов вчера читал, что мы получаем... Пардон, это у меня? Нет? Слава Богу. А то вот лежит тут штука такая, которая может зарычать. Кто-то сказал, мы получаем энергию Земли, она снизу поднимается вверх, она нас наполняет. Ребята, можете многие со мной не согласиться. И только не спорьте. Просто послушайте. Мы... Земля чистит. Мы получаем энергию с вами сверху, через основной энергетический канал. А Земля чистит. Мы соединяем себя с центром Земли. Мы настраиваемся на вот это огромное огненное ядро. И через... Визуал... Да, еще самое главное. Нам очень нужно уметь визуализировать. Если мы не можем визуализировать, мы не сможем помогать. Не все медики, я так понимаю, не все врачи, но знать анатомию... У меня единственное требование к моим ученикам всегда. Ребята, купите анатомический атлас и выучите, пожалуйста, анатомию. Я не хочу рассказывать. Правая доля печени, левая доля... Вы должны уже ко мне прийти, зная, зная, где находится поджелудочная там селезенка и прочее, и прочее. Это так легко просто знать себя, если вы в школе это не учили. Ну вот, ну, не понравился вам этот предмет, или вы уже его забыли. Поэтому... Сейчас ребятки сядут. Да, поэтому... Смотрите, сверху... Это я уже подхожу к калифорнийской системе. Очень много хочется рассказать. И я... Да, время заканчивается. Тогда... А мне кто-нибудь уступит свое время? Ну, еще выездка. Ну, пусть может. Что ж там? Еще ничего. Пусть к вам нужно. Правда же интересно? Дело в том, что то, что я вот рассказываю, вы нигде... Еще пять минут? Семь. Мы же рады здесь. Нет, нет. Давайте... Кто больше? Классно, в мастер-класс придете, ведь мы кому-то тогда не дадим слова. Ребята, чтобы вы пришли на мастер-класс ко мне уже умными, подготовленными, я сейчас проведу с вами вот эту калифорнийскую на мастер-классе, я объясню, что я делала. Согласны? Да. Так, Лада, не выпрашивай для меня пять минут, Лада. У меня тут тоже свои... Мне семь дали минут. Правда, семь дали минут? А у кого отберем? Ну, знаешь, как много добрых людей. Да. Объявайте, не теряем время. Да. Значит так, девчонки и мальчишки. Поставили ножки ровненько. Так, отложили в сторону бумажки. Так, ручки все в сторону. Ладошечки на колени положили вот так наверх. Я вам не зря показала вот это состояние ваших ладоней. Положили ладошки. И я бы вам рекомендовала облокотиться на спинке стульев. Это очень важно, чтобы у меня никто не упал со стула. Облокотитесь. Причем свободно облокотитесь. Получите удовольствие, чтобы стул от вас получил удовольствие, а вы ваша спинка от стула. Закрываем глаза. Не бойтесь, спокойно закрывайте глазки. Делаем глубокий вдох через нос и выдыхаем через рот. Не спеша. Вдыхаем и через рот выдыхаем. Не спешите. У каждого свой ритм дыхания. Второй раз раскрываем легкие, вдыхаем через нос. Выдыхаем через рот. Третий раз на полные легкие вы раскрыли цветочек. Легких нет, цветок раскрылся. Раскрываем. Раскрываем. Красиво. Молодцы. И теперь выдыхаем через рот до конца, при этом опуская плечики. Опустили. Не открываем глаза. Кто-то из вас любит море. Идите сейчас в море, плавайте, лежите на воде. Дельфины, чайки, получайте море удовольствия. Отключитесь от меня. Абстрагируйтесь. Вас здесь нет, вы в море. Кто-то любит лес. Пожалуйста, отправляйтесь в лес, на поляну. Посмотрите на белочек, пофантазируйте вы в лесу. И кто-то любит степь. Запах травы степной. Кто-то хочет собрать красивый, шикарный букет степных, из цветных, из степных цветов. Пофантазируйте. Раскрысите ноги. Пофантазируйте. Всего несколько минут. Не прислушивайтесь к себе. Работаем. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. У кого стала тяжелая голова, не открывайте глаза. Просто расслабьтесь еще больше. Я вижу. Я вам сейчас все объясню. Продолжаем плавать, собирать цветы. В лесу смотреть на верхушки сосен. Фантазируйте. Отдыхайте. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь не спеша открываем глаза. Очень спокойно открываем глаза, смотрим на меня. Посмотрите, пожалуйста, кто открыл глаза на меня. Никто не плывет, все нормально. Меня видите хорошо. Теперь вот так встряхните руки. С удовольствием встряхните. И ножки струсите, пожалуйста. Так вот то, что было у нас всего лишь где-то, ну может быть, 2-3 минутки, оно должно быть 15 минут как минимум. А теперь я вам расскажу, что у меня еще есть. Две, одна, полминуты, одна. Значит, что я сделала? Вот через эту точечку, которая у вас, я провела потоки. Поскольку у вас много, работать разрешается по этой системе калифорийской, от 5 до 15 человек. Больше брать нельзя. Это индивидуально идет работа с каждым. Вас много индивидуально я не смогла, но имея уже большой опыт, я знаю, как это делается. Я опустила огромный поток желтого цвета лучей в наш зал. Я опустила здесь, здесь и здесь. Затем я подняла через скобчик вверх, но поскольку мне не пришлось работать там вот мужчины, вот женщины, я через вас, через них, у всех через скобчик подняла потоки Земли. Вот основной канал. Прошел желтый цвет до копчика, и поток серого цвета прошел до вот этой точечки. Здесь вы ее перекрыли. Это поток серого цвета Земля, энергия Земли. Вот здесь вы перекрыли поток желтого цвета, энергия Вселенского разума. 7 центров у вас, основных центров у человека 7. То, что многие называют чакры. Так вот, каждый центр питает 2 меридиана. У нас 14 органов. 14 меридианов. Если заблокирован хотя бы 1 меридиан, то во время этого сеанса происходит разблокировка, потому что идет поток желтого цвета, это жизненная энергия. Она разблокировывает, а негативная информация, которая была блоком, уходит через серый канал в Землю и попадает. Знаете, вот если кто-то захочет эту систему узнать более глубоко, и мне, как сказали, оказывается, у меня еще будет мастер-класс, я вам расскажу, как это делается. Это мощно, это сильно. Ядро Земли используется. И я вам расскажу, что такое ядро Земли, как оно соединяет все 11 мощнейших, больше вулканов, чем 11, но мощнейших 11, все убегает. Спасибо. У нас появилась форточка, Тимофей Гарманский опоздал на самолет, поэтому после обеда с 14.20 до 14.40, 20 минут мы можем здесь же в этом зале до дополнительного времени для мастер-класса. С 11? С 14.20. 20 минут третьего. Тех, кого это заинтересовало, я вам более подробно расскажу. Приходите, потому что это только начало. Я вам потом гораздо больше расскажу. Спасибо всем. Спасибо.